Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Выдвижение кандидатов в депутаты Мужелеса парламента Казахстана по партийным спискам прошло в полном соответствии с законодательством, сообщил председатель Центризбиркома страны Куандык Турганкулов, пишет Интерфакс Казахстан. Вчера завершился первый этап избирательной кампании по выборам депутатов Мужелеса по партийным спискам. Это этап выдвижения. Следует отметить, что в целом все мероприятия партии по выдвижению прошли в полном соответствии с Конституцией и законом о выборах, отметил он. На данный момент зарегистрированы партийные списки четырех из шести партий, представивших документы в ЦИК. Они включают 203 кандидата в депутаты Мужелеса, в том числе 187 мужчин и 47 женщин. С 1 марта в Казахстане появится правительство для граждан, где будут объединены четыре госпредприятия. Госкорпорация будет создана посредством слияния государственных предприятий Центра обслуживания населения, Центра по недвижимости, Научно-производственный центр земельного кадастра, Государственный центр по выплате пенсии путем их преобразования в некоммерческое акционерное общество. Казахстанцы смогут получать услуги с 9 утра до 20 часов без перерыва на обед. Пенсионные накопления в Едином национальном пенсионном фонде по состоянию на 1 января 2016 года составили 5 трлн 835 млрд тенге, сообщает Интерфакс Казахстан. Доходность портфеля пенсионных активов ЕНПФ за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года составила 15,65%, при уровне инфляции 13,6% за тот же период. Прирост портфеля пенсионных активов в декабре 2015 года составил 179,7 млрд тенге или 3,2%. За годы независимости на историческую родину в Казахстан вернулось почти миллион этнических казахов, сообщает Интерфакс Казахстан. С 1991 года по 1 января 2016 года на историческую родину вернулись и получили статус уралмана 261 104 семьи или 957 772 этнических казаха, что составляет 5,5% от общей численности населения страны. Более 61% репатриантов прибыли из Узбекистана, 14% являются выходцами из Китая, 9% из Монголии, 7% из Туркменистана, 4,5% из России и 3,6% из других стран. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Не только за дорогие подношения, но и за копеечные сувениры. Обо всем этом сегодня рассказали в только что созданном департаменте по делам государственной службы. В государственном случае не имеют права принимать подарки, независимо от стоимости. Но сразу же оговорюсь, что если стоимость подарка не превышает 2 МРП, в месячном расчетном показателе, то при обнаружении таких подарков госслужащий должен привлекаться к дисциплинарной ответственности. А если превышает 2 МРП подарки, и он не сдает в специальный государственный фонд, то уже будет рассматриваться вопрос в уголовном или административном пространстве. Напомним, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции в Казахстане упразднили в конце прошлого года. Вместо него образовалось два ведомства – Министерство по делам госслужбы и Национальное бюро по противодействию коррупции. А на уровне области созданы два департамента. К тому же одним из новшеств, вступивших в силу в 2016 году, является принятие Этического кодекса госслужащих. А вместо дисциплинарного совета разбором полетов чиновников будет заниматься Совет по этике, который в нашей области возглавит тот же Каэржан Токушев. Сегодня в здании партии «Нуратан» состоялось международное совещание между представителями Министерства сельского хозяйства Казахстана и России. На сегодняшний день перед участниками международного совещания стоит задача объединить силы в работе по защите земель от саранчевых, чтобы в дальнейшем обеспечить продовольственную безопасность двух стран. Ежегодно с бюджета выделяется достаточное количество средств для обработки. Более трех миллиардов тенге мы выделяем на эти цели, на обработки, на приобретение пестицидов и так далее. И ежегодно до трех миллионов гектаров мы обрабатываем. По прогнозу, в этом году распространение стадных видов саранчевых предполагается на площади 1,7 миллионов гектар. Это по сравнению с прошлым годом чуть меньше. Фактюбинской области граничит с девятью районами Оренбургской области. Протяженность общей границы составляет около тысячи километров. По прогнозам экспертов, в этом году ожидается распространение саранчи на площади более чем 1 миллион гектаров по Казахстану. Об итогах совместной работы Министерства сельского хозяйства обеих стран и о планах на этот год в деталях мы расскажем вам в эту же пятницу в традиционной рубрике подробностей. Прошлое не отпускает. Акему Айтикибийского района Амангалею Бердалину, приехавшему в областной центр доложить об экономическо-социальных достижениях, вновь напомнили смерть главного врача этого же района трехлетней давности. Как известно, имя чиновника тогда попало в предсмертную записку медика. Сам Бердалин сегодня попытался объяснить этот факт, после чего все же рассказал, какая работа проводится в веренном ему районе для улучшения жизни населения. Показатели Айтикибийского района довольно неплохие. В районе добывали полезные ископаемые, производят кобылье молоко, зреет золото. Прошлой осенью здесь отпраздновали открытие мемориального комплекса «Хан-Молосы», по случаю чего устроили пир на весь мир. На этот год в районе тоже запланировано множество проектов. Впереди посевная, в преддверии которой аграрии решили объединиться. Только так выяснилось, можно рассчитывать и на лизинг, и на субсидии. Два только кооператива создали. Это пилотные проекты, которые реализуются Министерством сельского хозяйства с палатой предпринимателей Республики Казахстан. Один в Варлатовайском сельском округе объединяются личные хозяйства, то есть жители. Там 600 голов крыс, где-то 200-250 жителей объединяются. А в Орлатубинском сельском округе там крестьянское хозяйство объединяется. Но то, что не попало в официальный отчет, и сегодня было озвучено уже перед журналистами. Состояние бесперспективных сел. Их в Этикебе не менее пяти. Связанное с этим переселение сельчан, а также качество питьевой воды. Как выяснилось, около 70% населенных пунктов в районе пользуются централизованным водопроводом. Об остальных Аким района обещал сильно подумать в ближайшие два года. За это время планируется составить соответствующую проектно-смертную документацию. Не остался не озвученным, к сожалению, Акима. И вопрос про суицид главного врача Тикибийского района Байназара Шагирова. А Мангали Бердалин не горел желанием ворошить прошлое. Его имя тогда фигурировало в предсмертной записке медика. Мы, значит, как Аким район, я его хорошо поддерживаю. Значит, он, когда отсюда отправили, значит, его на должность назначили. Я, значит, выделил дом. Значит, мы, значит, благодаря общественности выделили его в депутаты Маслихаты и так далее. И я думаю, после увольнения его, он, наверное, посчитал, почему же Аким район не заступился еще раз. И такая, я думаю, обида была. В целом, по ряду экономических показателей, район оказался в ударниках. Рост по привлеченным инвестициям превысил 16%. Поступления в бюджет района выросли почти на 6,5%. Правда, это еще не позволяет Тикибий быть в лидерах по поставке сельскохозяйственной продукции на городские ярмарки. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Руководство городского Акимата и Жилстройсбербанка пытаются договориться с частными застройщиками о совместной работе. Они предлагают строительным компаниям возводить жилые здания по государственной жилищной программе. Убытки же от продажи жилья по более низким ценам чиновники предлагают возместить бесплатными землями под застройку. Сегодня на эту тему прошел круглый стол с участием руководства города, Жилстройсбербанка и строительных компаний. Круглый стол по вопросам совместной работы чиновников, банкиров и застройщиков провели представители областной палаты предпринимателей. Выступивший посредником между всеми тремя сторонами директор палаты предпринимателей Нурлыбек Муканов отметил, что в условиях экономического кризиса и резкого снижения покупательской способности банки второго уровня начинают снижать объемы ипотечных программ. Поэтому пришло время строительным компаниям задуматься о более тесном сотрудничестве с государством. А директор актюбинского филиала Жилстройсбербанка Гульнара Добылова предложила строителям несколько вариантов совместной работы. Мы работаем также с банками второго уровня, то есть обусловленные депозиты. Мы на сегодняшний день также готовы с вами работать. То есть если у вас есть смертная стоимость, согласно которой у наших строительных компаний недостаточно денежных средств, мы в этом случае готовы 50% смертной стоимости разместить в банках второго уровня обусловленные депозиты по 3%. Здесь идет наш банк второго уровня, дополнительно дает 4%, то есть они должны вас кредитовать не более 7%. Как рассказал заместитель Акима города Жандос Байрханов, сейчас вопрос о выделении бесплатных земельных участков с целью снизить себестоимость квартир у частных застройщиков вполне решаем. Землю Акимат может выделить в микрорайоне Нур-Актобе, а вот в Батыс-2 государственной земли уже практически нет. Но зам Акима заверил строителей, что уже сейчас начинается разработка смертной документации нового микрорайона Батыс-3. В этом году планируем реализацию проекта строительства инженерных сетей микрорайона номер 3. Там планируется строить тоже многоэтажные жилые дома. И параллельно сейчас на стадии проектирования, скоро должна выйти проектная смертная документация инженерных сетей четвертого микрорайона. Это позволит нам реализовать микрорайон Нур-Актобе полностью, еще дополнительно два района. По словам чиновников, такое продуктивное сотрудничество с частными застройщиками уже ведется в Астане и Алматы. Согласятся ли строители на продажу квартир по госпрограмме не более чем за 100 тысяч деньги за один квадратный метр взамен на бесплатную землю и коммуникации, покажет время. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Жители одного из домов в одиннадцатом микрорайоне категорически не согласны с суммой, в которой им обошлась новая крыша по программе термомодернизации. По их словам, согласия на проведение ремонта они не давали. Но несмотря на это, их обязует ежемесячно выплачивать государству чуть больше тысячи деньги в течение 15 лет. Что ответили на это чиновники? Подробности в материале о Селике Нжалиной. За роскошь в виде скатной металлочерепичной крыши жильцам дома номер 35 придется расплачиваться 15 лет. 84-летняя пенсионерка Екатерина Захарова смеется. Дескать, есть стимул дожить до стам. Якобы любезно оказанная услуга замены старой кровли на новую, скорее навязанная, отмечает женщинам. Своего согласия на проведение данных работ женщина не давала. Да и поначалу речь шла о других сроках. Мы до этого собирали собрание, люди были против этой крыши. Нам обещали сделать крышу не скатную, а простую бикроссом покрыть или каким-то мягким материалом покрыть и суду рассрочку на 7 лет. И вот в 2014 году, в августе месяце, где-то 8 августа, нам завезли во двор металлочерепицу и начали демонтаж крыши. Мы тут же собрались все жильцы, 22 квартиры подписали против этой крыши, мы хотели приостановить эту установку крыши. Кроме того, жалуются Захарова, ни качество, ни количество работ не соответствует той кругленькой сумме, в которую вылился ремонт. Владельцы 11 из 60 квартир напрочь отказались подписывать договор, для начала изъявив желание ознакомиться с актом выполненных работ. Но у ВАО «Табысактубем» предприятие являлось подрядчиком работ, показывать какие-либо документы жильцам отказались. В заключении указывают, произведен капитальный ремонт дома, много квартирного, ни этажей, ни подъездов не указывают. У нас дом четырехподъездный, пятиэтажный дом, 60 квартир. Произведен капитальный ремонт. В капитальный ремонт входит полностью все, даже фасадная часть должна быть отремонтирована. У нас этого ничего не проводилось. Нам сделали только крышу и на четырьмя подъездами профлисту положили, то есть сделали козырек и все. 12 февраля пенсионерке предстоит суд, что грозит ей возмещением всей суммы, растянутой на 180 месяцев за раз. Не говоря уже о судебных издержках. Чиновники же отвечают, все действия изначально были согласованы с большинством жителей 35-го дома. И без их ведома к работам бы никто не приступил. Именно сейчас, вот это 11 квартир, которые нижние этажи не хочет закончить договор. Но в любом случае, если есть у нас протокол общего собрания, две трети согласия, потом мы сделали полностью проектно-самердокументации. Опять же, это проектно-самердокументация мы утвердили на общем собрании жильцами. Жильцы, которые вот остальные две трети подписали, сколько будет оплачивать, суммы, все это, определенно все есть. Они знали, сколько будет платить. Просто вот это 11 квартир, они не участвовали в собрании, изначально отказывались, поэтому они не в курсе, не знают. 11,5 миллионов тенге – вполне адекватная цена за ремонт кровли 60-ти квартирного дома, утверждает Жулызбек Бесембин. В эту сумму вошли установка крыши, демонтаж и монтаж новых вентиляционных шахт, их очистка, скатные козырьки над балконами пятого этажа, обшивка, утепление и кирпичная кладка. Полный капремонт в многоквартирном доме обошелся бы не меньше, чем в 40 миллионов тенге. А чтобы быть в курсе всех внутридомовых дел, на собрания нужно ходить, подытоживает чиновник. Аселькин Жалина, Сергей Калашников, Алимжан Молдобеков. Программа «Факт». Более 500 медиков в этом году выпустят Западно-Казахстанский государственный медицинский университет. Около 400 из них будут направлены в различные центры Западного Казахстана и районы нашей области. Сегодня руководство медицинского университета и Акимата области встретилось с будущими врачами для предварительного распределения выпускников. Сегодня проводится предварительное распределение выпускников Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова. Проводится распределение выпускников резидентуры, общей медицины по направлению хирургии, терапии и врачей общей практики, а также медико-профессическое отдел, общественное здравоохранение и сестринское отдел. Общее количество выпускников по общей медицине составляет в этом году 546, однако акушерство и гинекология педиатрии идут в обязательную резидентуру. Общее количество выпускников резидентуры 72 человека, из них актюбинских 22. Как отметили в руководстве медицинского университета, основное распределение пройдет на своеобразной ярмарке вакансий, куда съедутся представители различных медицинских учреждений пяти областей Западного Казахстана. Так называемые покупатели будут рекламировать свои заведения и отбирать тех специалистов, которые им непосредственно нужны. Вместе с тем, только 85% выпускников трудоустраиваются сразу после окончания университета. Остальные остаются на резидентуру, уходят в декрет или призываются в армию. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и до завтра. Продолжение следует...